В Анапском районе работает 21 ярмарка-поревоз. 5 в городе, остальные в сельских округах. Делегация проверяет, как выполняются правила торговли, не нарушают ли продавцы ценовую политику и насколько востребованы ярмарки среди населения. Количество покупателей говорит само за себя. Хорошие продукты, качество, доброжелательно, всегда улыбаются. И в принципе у нас есть выбор. Мы всегда можем немножко отойти. Главное, рядом удобно и с детьми это очень удобно. Поэтому обязательно должно быть. Наши дети на вторую неделю уже на этом, на молоке, уже этим кубанском, краснодарском, они уже не едят полную порцию, им надо уже половину. То есть свежий воздух и хорошее питание, достойное, хорошее качественное питание, конечно, хорошо. Продавцы тоже довольны. Сами признаются, если соблюдать правила торговли и не завышать цены, товар уходит за считанные часы. Сейчас в это время больше всего зелень идет. А так как есть люди, которые дорого продают, а у меня недорого. Поэтому я быстро распродаю. Посетив еще несколько ярмарок, представители комитета отправились в станицу Гастагаевскую. Совсем недавно местный фермер Александр Сидиков на территории в 4 гектара посадил саженцы яблони и черешни. Уже подведено электричество, проведено шпалерно-капельное орошение. Возведены бетонные опоры для установки противоградовой сетки, которая убережет молодые посадки, а в будущем и весь урожай от воздействия непогоды. Как признается аграрий, начинал с нуля, но благодаря поддержке городских властей половина дела уже сделана. Через два года этот сад будет давать полноценный урожай. Администрация идет на встречу. Сейчас собираем документы, сдаем в администрацию, передаем министерству сельского хозяйства для получения субсидий. Хотим попасть под программу, чтобы получить и дальше развиваться. Еще одна точка визита комиссии – база «Родные просторы». Это туристическое направление для любителей активного отдыха и рыбалки, которые в последнее время пользуются большим спросом. Комиссия отмечает, таких баз должно быть намного больше. Нужно использовать не только пляжный потенциал, но и развивать альтернативные направления, чтобы у туристов была возможность выбора отдыха. В Краснодарском крае, в нашем муниципальном образовании, город-курорт Анапа, уделяется большое внимание для развития агротуризма. Поскольку город-курорт Анапа принимает большое количество гостей со всей России. И, конечно, не только город, но и показать наши окрестносты, наши территории, сельское хозяйство развитое. Я думаю, что это очень хороший пример. Мы сегодня находимся на одной из баз агротуризма «Родные просторы». Это действительно очень перспективное, очень хорошее направление. Люди едут сюда с удовольствием. И посмотреть, так сказать, воочию, что такое сельское хозяйство, принять участие, порыбачить, отдохнуть. Я думаю, что это действительно очень хороший отдых на природе. Участники комиссии результатами проверки остались довольны. Все запланированные работы по организации процесса развития сельских территорий и агрокомплекса идут в полном объеме и срок. Работа комитета продолжится в рабочем порядке.